Добрый день друзья с вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Наконец-то март, свободное время и я решила снять одно очень интересное видео на тему в каком возрасте сводить кроликов. Принято считать, что у кроликов лучше покрывать крольчиха в возрасте 6 месяцев. К этому возрасту они уже готовы к тому, чтобы хорошо вынашивать своих крольчат и в дальнейшем заботиться как хорошей мамашки. Но тем не менее, наверное мне как и любому другому русскому человеку присуще постоянно экспериментировать и в общем-то набивать шишки и ошибаться. Долгое время мы с одним кролиководом спорили по поводу покрывания кроликов. Мы утверждали, что 5,5-6 месяцев самый лучший возраст. Он утверждал, что бабочки это скороспелые сорта и если покрывать их в возрасте 4,5 месяцев, то мы сокращаем время и рождаются нормальные полноценные кролики. Отбивались мы с супругом, отбивались и все-таки решили в этом году проэкспериментировать. Взяли мы две хорошие крольчихи у нас были, бабочки, крупненькие. 4,5 месяца и покрыли. 30 дней, ровно 30 дней прошло со дня покрытия, обе крольчихи родили. И все полностью помет и у одной крольчихи и у другой погиб. Погиб от того, что крольчихи не нарвали пух и не накрыли своих крольчат. То есть они родились нормальными, крупненькими, как положено. У одной 11 штук, у другой 7 штук или 8 штук. Но поскольку еще все-таки холодно, они были без пуха, на сене и крольчата замерзли. Они погибли. Поэтому, если на рынке вам предлагают купить кролика и говорят, что это скоросперлый сорт, что это очень хорошие кролы, их можно 4-4,5 месяца покрывать, не верьте. Да, возможно, кролы хорошие, покупайте, но покрывать лучше кроликов, именно самочек, в 6 месяцев. Потому что к этому возрасту у них уже все формируется, как и у будущих матерей. Они подходит время, они за сутки или в этот же день это рожают, ворвают, делают гнездо, рожают своих деток и хорошо их выкрывают, если на улице, в общем-то, погодные условия еще прохладные. Дело в том, что все наши, это первый наш такой вот, сам, действительно, прям даже обидно, сколько кроликами мы занимаемся, но вот этот вот опыт, такой вот, прям, аж стыдно за него рассказывать, неудачный. И, значит, всегда покрывали, ну, 6-5,5, самый крайний срок, 6 месяцев, может, чуть больше. Главное, чтобы за этот период крольчиха не ожирела и, значит, как говорится, не обтекла жиром и нормально выходила своих деток, у нас первый, вот, первый такой случай, чтобы у нас погибли кролики. Максимальное, что у нас могло быть, это когда большой приплод, 12-13, крольчиха, мы никогда не выкидываем, не отпираем, она может сиськой из маточника вытащить и он погибнет, или затоптать она его, или замет. Но чтобы два помета разиться в неделю, у одной и другой через час после родов погибли, такое первый раз. Поэтому не экспериментируйте, учитесь на наших ошибках. Если дано природой, что крольчиха рожать будет, лучше покрывать с 5,5 месяцев и дальше, так и делайте. Вот и все. Мое маленькое видео, о чем я хотела бы вам рассказать. Всего доброго. Поздравляю вас с наступлением весны. Всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Продолжение следует...